Здравствуйте, уважаемые гости и подписчики моего канала! Я всех вас рада приветствовать! Спасибо вам большое за то, что вы поддерживаете мой канал, оставляйте свои комментарии, а также оставляйте мне запросы на те видео, которые для вас более интересны и актуальны. Оставлять запросы мне нужно здесь, под моими видео. В личном сообщении, когда вы мне пишете на мой номер, вы можете просить у меня консультацию индивидуального характера. Меня попросили сделать расклад. Очень интересная история, которая произошла в 90-х годах. Называется мой расклад «Треугольник дьявола». Таинственное исчезновение в 90-х годах восьми женщин. Женщины исчезли на территории провинции Лейнстер. Первой исчезла Энни Макарик. Последний раз ее видели 26 марта 1993 года. Девушке на тот момент было 26 лет, и она приехала из Нью-Йорка. Она была гражданкой США, приехала погостить. И что же происходило дальше? А дальше 25.07.1993 года исчезает 39-летняя Ева Бреннан. 3 января 1994 года исчезает 22-летняя Эмельда Кинан. 9.11.1995 года исчезает 21-летняя Жозефина. 13.02.1997 года исчезает 17-летняя Киара Брин. И причем она исчезла из своего дома. Вечером она ложилась спать. Ее мама пожелала ей спокойной ночи, а утром она ее не обнаружила в своей постели. 23.09.1996 года исчезает 25-летняя Фиона Пендер. Она была беременна на седьмом месяце. 8.02.1998 года исчезает 19-летняя Фиона Синон. 28.07.1998 года исчезает 18-летняя Дейдра Джейкоб. Что интересно, полиция сначала эти все исчезновения связывала все-таки с маньяком. Но рано или поздно, как правило, тела находят. Здесь девушки, женщины исчезли просто бесследно. И вот сегодня я хочу посмотреть, в чем же все-таки причина. Какой характер исчезновения. Что еще могу отметить в данном раскладе. Первое, конечно, я посмотрю, это с чем связаны эти исчезновения. Это какой несет характер. И куда девушки могли исчезнуть. Вот сейчас я посмотрю. Я буду работать как на прямых, так и на перевернутых картах. Что же все-таки произошло. Почему назвали Треугольник Дьявола? Потому что в этом районе, как раз-таки, это был территориально, это треугольник, в котором исчезли все девушки. И до сих пор их не нашли. Ни живыми, ни мертвыми. Первая карта. С чем связаны эти исчезновения? Какой они несут характер? Что все-таки? С чем связаны эти исчезновения? Может быть, даже какой мотив? Даже вот так я сказала. Какой мотив? Второе. Что сделали с девушками? Дальше я посмотрю, какие дополнения мне необходимы. Значит, смотрите то, что я вижу. Первое. Туз мечей, если присмотреться, он похож на крест. Ситуация опасная для жизни. Это однозначно. Это сигнал «беги и спасайся». Это однозначно катастрофическое проявление жестокости. И знаете, я еще могу сказать, ведь это был замысел разрушения болезненное. По колесу фортуны. Это, конечно же, повторяются эти ситуации. Вышли на охоту за девушками. И по дьяволу. Это злоупотребление своей силой и властью. Это одержимость. Дьявол у нас может носить как сексуальный характер, как сексуальную подоплеку. Но это в любом случае это плен. Дело в том, что меня смущает, что произошло с девушками. По тройке, вы знаете, перевернутые. Они, во-первых, попали однозначно в зависимости. И здесь идет карта торговли. Товар нужно показать лицом. Кто-то купил или купился. Это однозначно. И по звезде это, вот знаете, как увозят. Вы знаете, у меня идет информация, какая мне сейчас пришла в голову, что не исключено, что это была продажа на органы. Вот именно в эти года была продажа на органы. Хорошо. Первая девушка исчезла. Энни Макарик. В каких она энергиях находилась перед тем, как ей исчезнуть? В каких она была энергиях? Вот прям за полчаса до своего исчезновения. В каких она была энергиях? Она встречалась с каким-то человеком. Она встречалась с мужчиной. Хорошо. А вот беременная девушка, которая была беременная на седьмом месяце. Фиона Пендер. Она была беременная на седьмом месяце. В каких она была энергиях перед тем, как ей исчезнуть? А ей предложили мнимую помощь. Ее могли обмануть. То есть, знаете как, это мнимая помощь. Человек мог что-то ей предложить, может быть, подвести, может быть, еще что-то. А на самом деле он воспользовался ее положением. Куда же все-таки хорошо? Но она же была беременна. Что с ней впоследствии произошло с Фионой? Вы знаете, если брать по событиям, да? По перевернутой. Ведь что-то там, как будто что-то обнаружили по поводу этой пропавшей девушки. Да. И когда я смотрела информацию об этом исчезновении, нашли крестик. Нашли крестик деревянный этой Фионы. И было предположение, что, возможно, где-то недалеко в этом лесопарке она может быть и как раз-таки ее, как говорится, похоронили, закопали. Вот что от нее нашли. Так, мне нужно сюда положить дополнение. Потому что у меня еще идет информация. Это как может быть, знаете, как... Мало того, что на органы, это еще могло быть какое-то как и вот ритуальное. Потому что число 8, это опять-таки число кармы, я еще раз говорю. Там, возможно, что-то как-то могло быть связано с какой-то сектой, о которой ни полиция, никто и не знал. Ну, однозначно, это страхи, и здесь выпадает восьмерка, чего нет в этой карте. Это однозначно то, что было нарушение, лишили людей жизни. Потому что по девятке мечей, это да, человека лишают жизни. И здесь, скорее всего, вы знаете, вот нарушение семейных традиций. Нарушение гармонии человеческой. А здесь подлость, гадость. Я могу так сказать. Какой-то человек примерно до 35 лет выискивал эти жертвы. Он был не один. Он был не один. Здесь, как минимум, у меня идет информация. Три-четыре человека. Это могла быть либо продажа на органы. То есть, естественно, их, этих девушек убили, изъяли органы. И уже, как говорится, тело могли растворить в кислоте, как угодно, что угодно. Сжечь и так далее и тому подобное. Это все делалось именно вот на той территории. Либо же это было ритуальное убийство. Но вот знаете, вот сейчас, на данный момент, я уже даже больше склоняюсь к какому-то ритуальному преступлению. И причем тут задействованы мощные силы, поэтому девушек не найдут. Их, знаете, если бы их не просто в попыхах насиловали и где-то там убивали и оставляли. Нет. Их вывозили. Их транспортировали. То, что я вижу. И их потом перевозили. Понимаете? То есть, их достаточно очень хорошо спрятали. У меня еще такая идет информация. Их останки могли бросать в море, в воду, в океан. А там, знаете, если люди к этому имеют отношение, они очень хорошо могут прятать. Рано или поздно я понимаю, что, конечно, останки должны будут всплыть. Ну, знаете, течение и так далее. Дно-то там, море никто же не проверяет. Например, от берега там в радиусе там, может быть, пяти километров. Это хорошо организованная преступная банда. Я бы могла даже так сказать. Так, какую мне еще информацию скажут карты по данному раскладу? Здесь идет проявление жестокости, однозначно. И здесь заинтересованы, причем люди не просто жестокие. Я вижу, что за этим преступлением стоят профессионалы. Либо ритуальное убийство, либо женщин могли использовать на органы. Вот то, что я вижу. Тем более разных возрастов. Почему эту информацию, почему эту версию полиция не рассматривала, я не пойму. Потому что мне дают карты вот такую информацию. Если к данному раскладу у вас есть что-то добавить, напишите, пожалуйста, в своих комментариях. Берегите себя, берегите своих детей. Всего вам доброго.